Нина Матяш – одна из знаменитых белорусских поэтов с нашего времени. На её слова была положена не одна музыка. Её имя носят различные творческие и поэтические конкурсы. Прошло пять лет с того момента, как её не стало. Однако люди, которых она собирала вокруг себя, помнят все беседы и прогулки с литератором, как будто бы это было вчера. Именно поэтому в зале было немноголюдно. Самая близкая – обстановка домашняя и искренняя. Здесь было место мечтам и воспоминаниям, искренним слёзам и настоящей улыбки. Так приемно, что вы берете интервью, когда вычлить голос Нины Матяш. Нам сегодня и горестно, и радостно, потому что сегодня памятная дата, потому что пять годов я не стала Нины Матяш. А она сегодня говорит с нами. И она сегодня приехала в музей выродливых мастацких каштовностей, чтобы порадовать нас сегодня не только своим словом, не только своим вершем, не только своей музыкой, а она приехала нас порадовать своими мастацкими выставами, своими мастацкими творами. Нина Матяш – поэтесса с именем. Её перу принадлежит не один десяток стихотворений, собранных в 13 сборниках. Кроме литературной деятельности, Нина Матяш была и известна в родном для неё Белоозёрске мастером декора. Её необычная техника, которую женщина с любовью по-белорусски называла перкография, стала практиковаться многими мастерицами. Необычные картины и открытки с изображениями, которые создавала поэтесса, представили на экспозиции близкие и друзья из собственных домашних коллекций, а их, к сожалению, не так много. Однако, несмотря на это, в сердцах друзей она осталась светлым образом – женщиной, которая любила небо и научила многих смотреть только вперёд. Перкография, как Алена Василевич обозначила гэтае незвычайным астатства, что сама Нина придумала, яна у Белозёрску отрымала распавсюджывание своё сабливое. Найперш, вось, не на неё гэтую працу, або захапление, хоча из-за всего не працу, подхапили я её суседки – Татьяна Азарова. Яна паспробовала, спадабалася, удалось я нечто, нечто Нина похвалила. И, отповедно, вось теперь у ЯЕ уже добрые, уже некольки десятков гэтых картин. Вы знаете, вот говорить про Нину тяжко. Хоть уже и пять годов пройшло, а годы, як годы малечить, але говорить тяжко. Без ЯЕ нам... Без ЯЕ нам сумно. Без ЯЕ нам покутно. Потому что многие думают, что мы помогали Нине на этом белом свете триматься. И только, напевно, когда ей не стало, мы сразумели, что она нас подрымливала. И, хотя из-за всего, мы не бегли ей помогать, а бегли у ЯЕ параду пошукать, подкастку. Просто доброе слово. Во время творческого вечера звучали стихи и воспоминания о Нине Матяж. Звучала её любимая инструментальная музыка. Друзья-поэтессы смогли сделать подборку записей, где Нина Иосифовна рассказывала о своих корнях, своей малой родине, которая всегда относилась с любовью. И, несмотря на то, что Нины Матяши нет уже с нами, для многих она была и остаётся символом веры во что-то хорошее, что обязательно произойдёт. Ведь главное – верить. Субтитры создавал DimaTorzok